МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотели дотянуть до зарплаты, а остались с пустым кошельком? Я брала 50 тысяч на 2 недели. За просрочку они написали штрафт, сегодня у меня уже 71 тысяча. За неделю уже такая сумма. Не изучили договор, а потом жалеете, что переплатили 50%? Некоторые банки до 50% годовых. Там и обслуживающие счеты, там еще скрытые комиссии. Взяли кредит под 13%, а выплатить пришлось 200, а потом они пришли к вам. Я буду стоять и буду приезжать и в 3 часа ночи, и в 2 часа ночи. И буду колбить на огонь в дверь, пока она не расплатится. Сегодня мы расскажем, как не попасть в долговую яму и улучшить финансовую грамотность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Николай Житник показывает нам документы. Парень возмущен. По вине банка он чуть не остался без наследства в кругленькую сумму. Банк указал, что произошла ошибка, которая повлияла на ответ о наличии и отсутствии денежных средств. То есть даже банк сам признался, что они ошиблись. Деньги положили, а они говорят, извините, это была наша ошибка. А если мы, допустим, берем кредит, как они с нами гоняются, эти банки? Чуть ли не судятся, чуть ли сразу не приходят, сразу арестовывают недвижимость, не дают никакие вылеты за границу. А тут я не могу ничего сделать. Я сам инвестировал, то есть мой дядя, скажем, родственник мой покойный, инвестировал в эти деньги, положил деньги, на которые этот банк работает, получается. И они тут говорят, что вот, извините. Все началось с того, что умер близкий родственник Николая, и наследники предъявили права на его имущество. Как обычно, мы пошли все в нотариус, выяснили, какие есть активы, небольшая квартирка и финансы в банке. И мы обратились в банк, то есть в такой серьезный банк крупный, с запросом на получение наследства, то есть покойного умершего родственника. Прошло некоторое время, 10 дней, и я пришел в этот банк, то есть получаю ответ, и то есть я очень удивился, как поступил в этот банк. Как оказалось, финансов никаких не обнаружено. И наша семья, мы были в шоке. Родственники терялись в догадках, куда исчезли все накопления, и где теперь искать деньги. Было решено обратиться во все банки города. Салон от нотариус, получается, 15 запросов, и я, то есть нужно было это очень срочно делать, и я сам лично ходил в эти 15 банков по городу Алматы. То есть искал эти канцелярии, то есть приходил им, отдавал, потом брал все бумаги, и разбираем эти все запросы, которые пришли со всех остальных 15 банков. И там тоже не обнаружилось денег. Оставалось одно – поверить, что накоплений, о которых говорил покойный дядя, на самом деле не было. Но Николай не сдавался и решил еще раз испытать судьбу. Мы решили еще раз подать запрос, потому что мы были уверены, что в этом банке, то есть это серьезный банк, мы туда опять подали запрос и снова ждали. Я уже как бы не уверен был, что там деньги есть. И получаю я запрос, тот же ответ, только с указанной суммой. Сумма серьезная была. Я удивился, что, то есть как так, как банк мог просто, я не знаю, прошлепать эту функцию. То есть это же, это получается одна из главных функций банка, то есть хранить сбережения вкладчиков. Согласно указу о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан, депозит – это деньги, передаваемые депозитором банку на условиях их возврата в номинальном выражении. Однако как раз именно эту функцию банк и попытался проигнорировать. Если запрос был надлежащий закону или оформлен с требованием законодательства, то банк не имел права не предоставлять информацию о наличии денег. В конце концов, деньги-то нашлись, получается, правильно? Поэтому я считаю, что это как раз таки вот уже в чистом виде мошенничества. Если бы не наша настойчивость, просто мы эти деньги потеряли. Месяца три, наверное, мы потеряли на это. Плюс кучу стресса было. Этот инцидент сильно пошатнул доверие мужчины к банкам. И он вывел для себя несколько правил. В такой ситуации доверие к банкам, она нулевая. Мой такой совет личный, да, вот ко всем людям, что нужно в такой ситуации делать. Это где бы ваши деньги не были, там какие-то перемещения с банка в банк, сообщайте своим близким родственникам, что какие-то деньги лежат там. А желательно, то есть, брать всегда официальную бумагу с банка, да, и с печатью официально хранить ее где-нибудь, ну, скажем, там, не знаю, в архиве там или где-нибудь в сейфе, да. В практике юриста нужда у Лето Кульшикова истории, связанных с банком, на целую папку. Зачастую мошеннические действия со стороны банков так завуалированы, что не сразу поймешь, что вас обманули, да и доказать их будет нелегко. Если так очень внимательно посмотреть и изучить банковский договор, договор банковского займа, то есть там есть очень много таких нюансов, которые позволяют банку снимать больше денег, нежели заявлено в основных условиях договора, то есть именно по процентной ставке. Однажды мы считали и выявили, что некоторые банки до 50% годовых только получат вознаграждение по самому обычному стандартному договору банковского займа. Там и обслуживание счета, там еще скрытые комиссии и прочее, прочее, понимаете. Так что очень надо, при заключении договора банковского займа, надо очень внимательно читать договор. Чаще всего масса нюансов возникает при оформлении кредитов. Как правило, обман, а порой даже откровенный грабеж кроется в комиссиях, которые назначает банк за выдачу того или иного кредита. И несмотря на то, что Национальный банк установил, что перечень комиссий при кредитном займе не должен превышать 11 пунктов, на самом деле их количество намного больше. А до июля 2016 года в этот список входило аж 40 пунктов. Вот вы получаете кредит, правильно? Вы оформляете договор банковского займа, который содержит сумму, срок, целевое назначение и сведения о залоге. В случае, если это беззалоговый, то там сведения о залоге отсутствуют. Теперь вы рассчитываете на определенную сумму кредита, так как у каждого банка по определенным видам кредита есть кредитные лимиты. Если ваша доходность позволяет получить данный кредит, то вы имеете право, скажем так, обратиться и получить данный кредит. Ну, это логично. При этом банк, опять же, завуалированно, якобы за организацию кредита снимает процент, что является в корне незаконным. То есть, так как вы уже пришли в банк и хотите взять кредит, понимаете, и за это вы еще будете платить, то есть, логику понимаете, да, в ситуации, вы платите за то, что вы и так по праву можете взять. Согласно закону о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан, а также о платежах и переводах денег, судный счет является компонентом балансового, а не банковского счета. Банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковской операции, праве взимать и устанавливать комиссии и тарифы за оказание банковских услуг, включая операции по открытию и ведению банковских счетов. Однако судный счет к этим услугам не относится, и потому комиссия за организацию и ведение счета является незаконной. Банковское учреждение, оно, его прямым предназначением является выдача кредитов, да, в рамках банковской деятельности, и за это он не должен брать кредиты. Когда вы платите комиссию за организацию, вы не получаете все тело кредита, то есть, вы получаете тело кредита за мимусом данного процента, хотя в, значит, график погашения кредита вбивается вся сумма. Писывая различные комиссии, при этом наживаясь на клиентах, банки играют на человеческой психике. Клиент рад, что получил необходимую сумму и идет буквально на все условия. Наступили такие времена, когда банки уже сейчас конкурируют друг с другом. Плюс они должны завоевывать клиента, плюс они должны еще зарабатывать на клиенте, правильно? Потому что, согласно закону о банках банковской деятельности, банк имеет право заниматься только лишь банковскими операциями и теми операциями, которые в этом законе оговорены. Следовательно, ну, ни о какой коммерческой деятельности там речи нет. Следовательно, чтобы удержать клиента, банку нужно развивать такое отношение к клиенту, которое позволило бы ему не только остаться на плаву, но и заработать. Юристы советуют перечитать свои кредитные договора, и в случае обнаружения неправомерных комиссий требовать возврата денежных средств. Все мы люди, и порой даже у самого экономного и расчетливого человека случается так, что кончились деньги, а до зарплаты еще неделя. Одни прибегают к помощи родственников, другие ищут средства на стороне. Как правило, свою помощь предлагают различные ломбарды и микрокредитные организации, коих развелось немало. Быстрые кредиты до зарплаты предлагают на каждом углу. Алматинка Айсулу решила воспользоваться их услугами. Я брала кредит в микроорганизации кредитные две недели назад, получается, до зарплаты. Получается, я брала 50 тысяч, они мне посчитали на две недели, то есть я должна была переплатить 3500 тенью. Это очень удобно, можешь дома сидеть, никуда не выходить, через сайт отправлять заявку, и они через две или три минуты тебе отправляют СМС с одобрением или отказом. А деньги как? Деньги они перечисляют тебе на карту, то есть ты туда биваешь свой счет и туда скидываешь деньги. Девушке понравился сервис и условия, однако всего рассчитать никогда нельзя. Получается, я вовремя не получила зарплату и вовремя не смогла платить. И после этого они мне позвонили и сказали, что у меня входит такая очень большая сумма. То есть я вообще не ожидала, что выйдет такая сумма очень большая. И они мне сказали, что у нас все написано в договоре, что вы должны были все это читать, все это выучить. За просрочку они написали штраф, получается, 5000 теньги. Это только за просрочку идет. Дальше уже идет штраф. Это каждый день 1375 теньги начисляется. Итого у меня сегодня уже, получается, я должна была вернуть 28-го, получается, сегодня у меня уже 71 тысяча выходит. То есть это за неделю уже такая сумма вышла. А силой представить не могла, что пеня за просрочку такого, казалось бы, небольшого кредита может составлять почти 3% в день. когда заявку отправляешь, они тебе не говорят, что мы отправляем вам договор, вы должны читать. И не уведомляют клиента, то есть у вас выйдет такая сумма очень большая, штрафы такие. То есть они об этом вообще не говорят. Когда уже ты идешь на просрочку, они тебе звонят и тебе тогда только говорят, мы вам прислали договор, вы должны были читать тогда, а не сейчас. Ну, такие вещи говорят. Однако растущая с геометрической прогрессией сумма займа это лишь полбеды. Уже через несколько дней просрочки девушка подверглась настоящему террору. Угрозы со стороны менеджеров, они очень грубо разговаривают, угрожают тебе, пишут твоим родителям, друзьям, знакомым в социальных сетях. Моя подруга тоже вот, она получала в этой же организации, они написали младшему брату, который он не понимает ничего, в шестом классе учится, они написали ему в соцсетях, что вот твоя сестра не платит штрафы, деньги не возвращает. Что касается работы коллекторов, очень много негатива связано именно с общением с этой категорией граждан, которые в своей работе используют грязные методы, я могу это откровенно сказать, граничащие с криминалом, с полным игнорированием прав и свобод граждан, что выражается в гументарном неуважении к чести и достоинству граждан, плюс полное игнорирование требований соблюдения банковской тайны, что выражается, скажем так, в информировании о наличии задолженности гражданином перед банком или коллекторской компанией, его ближайшего круга родственников, его коллег. В общем, они используют максимальное количество людей, которых вы знаете, и буквально терроризируют их для того, чтобы создать вам невыносимые моральные условия, при которых вы поскорее закроете свой долг. Такие действия со стороны коллекторов или менеджеров микрокредитных организаций также являются нарушением закона. В честь и достоинства гражданин, они неприкосновены согласно нашей Конституции. Это первое. Во-вторых, у каждого гражданина есть право на частную жизнь. И в-третьих, никто не отменял банковскую тайну. То есть разглашение сведений о кредите, о стоимости, о наличии задолженности или там набежавших процентов относится именно к данной категории информация, которая не имеет права разглашать ни заемщик, ни кредитор. Я лучше советую людям брать у кого-нибудь долг, там у друзей или у родственников, нежели обращаться в такие организации, потому что это очень невыгодно, страшно, то есть себе угрожает, ведут себя очень непрофессионально, нежели чем банки наши. Как правило, банки все проблемные, незалоговые кредиты передают коллекторским компаниям, которые за процент от возвратного кредита, как говорится, выбивают долг с кредитора. Конечно, до физических действий как правило не доходит, но порой методы психологического воздействия становятся куда страшнее. Я буду приезжать и в 3 часа ночи, и в 2 часа ночи, и буду колбить на камеру в дверь, пока она не расплатится. Есть такое понятие, как перемена лиц в обязательстве. В том случае, когда банк передает проблемный кредит коллекторской компании, банк обязан уведомить должника о перемене лиц в обязательстве. Зачастую банки это не делают, они продают проблемные кредиты коллекторским компаниям, которых выкупают, и потом, прямо скажем, что они потом начинают терроризировать должников и буквально выбивать в прямом смысле слова, как сам долг, проценты, штрафы и пение. Имеется в виду, что ни одна коллекторская компания не имеет права проходить ваш дом и делать опись имущества, а тем более его конфисковывать. По гражданскому законодательству срок исковой данности составляет три года. Если за три года, скажем так, по вашему беззловому кредиту банк не обратился в суд, то он утрачивает право требования по данному кредиту. Если по истечении этого срока к вам вдруг позвонит коллекторская компания и начнет требовать возмещать долг, вы можете спокойно положить трубку или прекратить всякое общение. На том простом основании, что все действия должны быть совершены в рамках действующего законодательства. Учитывая, что срок исководовательства пропущен и требования коллекторской компании о возмещении долга неправомерны и не имеют подслуживания никаких оснований. Если этого в свое время не сделал банк, то при чем здесь вообще коллекторская компания? Если вы берете кредит и не своевременно его оплачиваете, то учтите, что все ваши взаимоотношения с банками и микрокредитными организациями скапливаются в кредитном бюро. Основная цель кредитного бюро это обеспечение прозрачности в отношениях между заемщиком и кредитором. Мы осуществляем централизованный сбор, хранение и процесс информации, а также формирование кредитных отчетов и подоставление кредитных историй. При обращении в банк за кредитом менеджер первым делом запрашивает информацию о вашей кредитной истории. И лучше всего, чтобы она была положительной. В противном случае банк может отказать вам в кредитовании. Когда вы обращаетесь в банк или в какую-то финансовую организацию за получением кредита, вы подписываете согласие о том, что вы не против о том, чтобы вашу информацию предоставили в кредитное бюро. И только на основании вашего согласия банк имеет право предоставить вашу личную информацию, информацию о ваших кредитах к нам в кредитное бюро. Специалисты рекомендуют хотя бы раз в год проверять свои взаимоотношения с банком. Для этого вам понадобится удостоверение личности. Здравствуйте. Процедура занимает минут 10. Проверять свою кредитную историю рекомендуется не реже одного раза в год, даже если вы не брали кредита. Были случаи, когда, скажем так, кредит не оформлялся на физическое лицо, ему было отказано, но через какое-то время он узнавал, что он оказывается находится в базе данных как заемщик, проходит как заемщик, и на него получили кредит и прочее. Немножко похожая ситуация, когда вы теряете документы, оригиналы, и по этим оригиналам на вас оформляется кредит, естественно, он не погашается, вы же не брали кредит по факту, но к вам приходит потом ведомление банка о возврате кредитных средств, уже с процентами, с пенями и со штрафами. Это напрямую связано с, скажем так, мошенничеством со стороны недобросовестных работников банка, которые позволяют себе такие вещи делать и совершать такие вот действия криминального характера. Согласно закону о кредитном бюро, информацию имеют право передавать банки и микрокредитные организации ИП и юридические лица, предоставляющие товары в кредит или в рассрочку, а также иные лица на основании договоров о предоставлении информации, но только с вашего письменного согласия на это. Если взять общее количество заемщиков, которые в Казахстане, если взять их цифру за 100%, то 67,9% из них составляют заемщики, находящиеся в хорошей зоне, то есть это те заемщики, которые погашают свои кредиты вовремя. 19,6% являются заемщиками, находящимися в дефолте, то есть это те заемщики, у которых имеется просрочка более 90 дней. И 12,8% составляют те заемщики, которые находятся в серой зоне, то есть их платежеспособность, она напрямую зависит от рыночной конъюнктуры. Основной совет это стараться как можно меньше допускать просрочек, если же вы вышли на просрочку, то как можно быстрее ее погашать. Как выяснилось, в кредитном бюро нет черных списков, их для себя составляют сами банки. Я хотела бы сказать, что черных списков как таковых нет, кредитное бюро не введет никаких списков, это условное название, которым банки называют тех людей, у которых имеется большое количество дней просрочки. И насколько оно большое для банка, опять-таки это влияет от политики кредитования. В любом случае, конечное решение принимает банк, банк будет решать, достаточно ли для банка того, что вы закрыли этот кредит, либо для него критично, что у вас была эта просрочка и больше он вам ничего не выдаст. Все зависит от вида кредита, от запрашиваемой суммы, от наличия созаемщика, от залога. Удалить или очистить кредитную историю невозможно, даже если вас уверяют в обратном. Сейчас очень много идет со стороны мошенников, обещаний, рекламы о том, что мы почистим вашу кредитную историю, удалим просрочки. Так вот, мы всегда призываем через средства массовой информации в консультациях о том, что таким обещаниям верить нельзя. То есть, любая информация, если человек вышел на просрочку, если у вас появился даже один день просрочки, эта информация должна попасть в кредитное бюро. И очистить эту информацию никаким образом, никаким способом нельзя. Потому что банки, они должны видеть полностью всю вашу информацию целиком, всю вашу кредитную историю. То есть, если были в прошлом просрочки, независимо от срока, и даже если вы кредит этот закрыли по прошествии времени, то информация о просрочках, она все равно остается в вашей платежной дисциплине. Кредитная история подается лишь к корректировке, и то в том случае, если вы докажете, что данные, отображенные в ней, были внесены с ошибкой. Мы рекомендуем минимум два-три раза в год проверять свою кредитную историю. Для чего это нужно? Во-первых, вы отслеживаете, правильно ли банк отправляет информацию по вам, все ли корректно выгружено, нет ли у вас каких-то просрочек, которые вы не допускали, либо наоборот, может быть, вы не доплатили где-то 50 или 20 тенге, или даже несколько тен, и у вас капает просрочка, о которой вы не знаете. И хотя удалить плохую кредитную историю нельзя, ее можно улучшить. Для этого необходимо закрыть все имеющиеся кредиты и в следующий раз не допускать просрочки. Также необходимо доказать банку свою платежеспособность. Наличие у вас депозитов тоже будет дополнительным плюсом при оформлении кредита. Если вы решили поправить свое материальное положение при помощи кредита, то внимательно изучайте договор и постарайтесь не допустить просрочек. Это была программа «Обо всем без купюр». Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова